Давайте представим такую ситуацию. Вы подходите к своему автомобилю, а он никак не реагирует на кнопки нажатия на вашем брелке. А если у вас бесключевой доступ, как у меня, то ни одна дверь не может открыться. Скорее всего, в брелке вашего ключа села батарейка. Кто-то может сказать в комментариях, что такую ситуацию можно было предугадать и заранее купить батарейки и носить всегда их с собой в кармане. И все намного проще, если ваш автомобиль имеет обычный механический ключ. Вы открываете дверь водителя, заводите машину и уезжаете покупать новые батарейки, потому что, скорее всего, у вас просто не работают кнопки на ключе отпирания и закрывания дверей. И что делать тем, у кого автомобиль оснащен бесключевым доступом? Ведь нужно не просто попасть внутрь автомобиля, открыв водительскую дверь. Нужно еще попытаться ее как-то завести. Вы можете оказаться не в городе, а где-нибудь в поле или в лесу, потому что субаровский, симметричный, постоянный полный привод с распределением крутящего момента может вас вывести очень далеко. И путь в поисках батарейки может оказаться весьма неблизкий. В этом видео я расскажу и покажу, как можно открыть автомобиль с бесключевым доступом, а также запустить двигатель в случае, если у вас села батарейка. Подписывайся на канал и не забудь поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Потому что в следующий раз я буду снимать видео о том, как можно попасть в свой автомобиль Subaru вообще без ключа. Повторюсь, в свой автомобиль Subaru. С 15 по 20 модельный год почти все модели. Forrester, Outback, Legacy и так далее. Еще раз показываю, что автомобиль закрыт. И кнопки на брелке никак не реагируют. Первое, что нужно сделать, с обратной стороны есть такая кнопочка, нажав на которую, у нас открывается механический ключ. На некоторых автомобилях личинка бывает как с водительской двери, так еще и с пассажирской. В моем случае только с водительской. Итак, с помощью физического ключа, спрятанного в самом брелке, нам удалось открыть дверь и попасть внутрь автомобиля. Но нам еще следует запустить двигатель, чтобы уехать из этих вымышленных лесов полей, где мы точно не найдем никакой батарейки. Так, руль у нас заблокирован. Попытаемся завести машину. Ключ доступа отключен. Для запуска смотрите руководство по эксплуатации. Для того, чтобы запустить двигатель, нам нужно взять ключ, в котором села наша батарейка, и максимально близко поднести кнопки Start-Stop-Engine, чтобы она определилась. Даже нажать именно этим ключом по самой кнопке, так бывает срабатывает не сразу. Но максимально близко, вот он сработал. Запускаем. Для того, чтобы никто не думал, что это какая-то подстава, я вот еще раз повторюсь. Ключ не рабочий. Я специально из него вынул батарейку. Даже находясь в руке, он не может его определить. Но стоит прислонить его к самой кнопке. Ключ найден. И запуск возможен. Ну что ж, таким нехитрым способом мы смогли открыть дверь автомобиля, попасть внутрь и даже запустить двигатель. Так что нам точно не придется теперь ночевать в лесу и ждать, когда нам привезут эту батарейку. Поэтому буду очень рад, если мое видео кому-то поможет. И в следующий раз, оказавшись в такой неприятной ситуации, вы выйдете из нее красиво. Поэтому пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И не забывайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А с вами был Сергей Перетягин. До новых встреч в эфире. Пока!